Я вас категорически приветствую. История про небольшой, но очень плодовитый стартап, связанный с небезызвестным Илоном Маском. Безусловно, ты много раз слышал, что Илон человек разносторонний и крайне энергичный. Жить не может без того, чтобы не вписаться в очередной перспективный проект. Но если Тесла и SpaceX у всех на слуху, то про его компанию Europe 100 до недавнего времени почти ничего не было слышно. Сейчас послушаешь. Ну, что не слышно, это неудивительно. Сфера деятельности у конторы спецфитская. С таким проектом на обложку Time или Fortune попадешь вряд ли. В этих самых евросотнях занимаются подбором квалифицированных нянек для присмотра за малолетними детьми. Казалось бы, при чем тут Илон? А при том, что Маск ведет энергичную жизнь не только деловую, но еще и половую. Только официально признанных отпрысков у него уже насчитались десяток. Но это надо понимать только пока. Так что интерес к подобному направлению со стороны многодетного папаши вполне объясним. Надо же эту Араву кому-нибудь нянчить, пока батя запускает ракеты на Марс. Контора Europe 100 в сети практически не светилась. Ну, говорят, раньше у нее был небольшой сайтик, но его недавно прикрыли. Прикрыли после того, как название конторы всплыло в ходе разборок Илона с певицей Граймс. Вот тогда компания оказалась в центре внимания СМИ. У этой Грымзы с Маском трое общих детей. Первого она родила сама, а остальных отдала на аутсорс суррогатным матерям. После чего у нее с Илоном случилась размолвка. Из прошлой осени они увлеченно делят промеж собой родительские права на карапузов. Бизнес-инсайдер сообщает, что певица Грымза требует через суд раскрыть информацию о няньках, которых Маск нанимает через эту самую Юра 100. А то маманя даже не в курсах, как их там зовут. А сам Илон строго-настрого запрещает своей конторе отдавать какие бы то ни было сведения на сторону. Но это, как ни трудно догадаться, только верхушка айсберга. Выяснилось, что Юра 100 занимается еще и оказанием услуг по суррогатному материнству. И руководит ей некий Джаред Берчалл. В 2016 году Илон Маск сманил Джареда из банка Морган Стэнли. Сманил и поручил ему руководство своими финансами. А заодно назначил президентом свежесозданной конторы Нейролинк. Спустя всего пару лет Джаред стал еще и директором Боуринг Кампани. Она сперва была подразделением SpaceX, потом отделилась и заведовала прокладкой тоннелей для гиперлупы. В 2021 году Берчалл присоединился к Доге Коин Фаундейшн. Принимал активное участие в покупке Твиттера. Числится менеджером в Маск Индестрис. Ну и так далее. В общем, гражданин Джаред в дела семьи Илона погружен очень глубоко. Очень толковый кадр. В другой семье такого могли бы даже назначить консильери. Ну так вот, кроме всех этих напрямую связанных с контором мистер Берчалл управлял и делами Europe 100. Он, кстати, тоже отец со стажем. Детей у него, ну пусть и поменьше всего пятеро, так он и помоложе будет. В общем, есть подозрения, что няньки, информацию о которых запрашивает Брошенко Грымза, на самом деле суррогатные мамки их с маском детей. Ну и в среде конспирологов, конечно, уже зреет теория, что услугами такой малозаметной конторы широко пользовались уважаемые люди, которым огласка совершенно не нужна. Впрочем, кроме Илона Маска, тему репродуктивных стартапов активно осваивают и другие уважаемые граждане. Пару лет назад Forbes писала конторе Game2, владельцы которой норовят создать искусственную матку. Научную поддержку проекту оказывает медицинская школа Гарварда. А среди инвесторов значится бывшая жена со-основателя Google Сергея Брина. И все это ради того, чтобы в будущем, цитирую, освободить женщин от тягот и лишений беременности и родов. Данный стартап, кстати, мечтает придумать способ создавать яйцеклетку из мужских тканей. В общем, дивный новый мир все шире и приветливее распахивает двери. Ну и другие менее традиционные проходы. И если, вдруг, у Илона Маска найдутся другие интересные фирмы, которыми ему не очень хотелось бы светить на публике, мы, конечно же, расскажем тебе о них в следующих выпусках «Цепких лап». Уж мы-то ничего не утаим. А на сегодня все. До новых встреч.